Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале Сладкий Персик. Не забудьте подписаться. Сегодня мы с вами поговорим про Leroy Merlin, а именно я расскажу вам 5 покупок, которыми мы пользуемся уже несколько месяцев, на которые не жалко потраченных денег и которые нам не хочется отнести обратно в магазин. И первая очень классная покупка, от которой я просто в восторге, это корзина для белья. Выглядит она вот так вот. Она стоит у нас в ванной, где-то уже, наверное, больше, чем полгода. Мы ее купили примерно в июле или в июне 2020 года, а сейчас уже у нас март, февраль, февраль точнее. Вот мы ей пользуемся и вообще никаких абсолютно минусов не нашли. Посмотрите, она большая, у нее длина 60 сантиметров, высота точнее, и диаметр где-то примерно 36. Она сделана из ткани, внутри какая-то штука, которая водонепроницаемая, подкладка, и здесь вот такой металлический алюминиевый обруч. То есть она хорошо держит форму, когда в нее складываешь вещи, она не проминается, стоит прям отлично, прекрасно, и я реально ее рекомендую. Если там такие еще есть, обязательно обратите внимание. Стоила она, кстати, когда мы ее покупали, всего-то рублей примерно 800. Следующий предмет, который тоже очень нравится, мы взяли тоже для ванной. Это вот такой вот набор, дозатор для жидкого мыла и стакан для зубных щеток. Правда, мы в нем храним не зубные щетки, а зубные пасты, тюбики от зубных пасты, а здесь у нас вот обычное жидкое мыло. Но я уточню, что эти два предмета, хоть они из одного набора, из одной коллекции, они продаются отдельно. Это пластик. Привет! Пластик очень хороший, мы тоже их брали примерно в то же время, что и корзину для белья, то есть мы пользуемся ими уже месяцев 7 или 8, сколько мы пользуемся, не знаешь? Ну так же, вместе с корзиной. Вместе с корзиной, да, брали уже довольно долго, и пластик вообще не пожелтел, не побелел, ничего с ним практически не происходит, не треснул. Единственный минус этих предметов в том, что они достаточно дорогие. Вот эта вот штука стоит 400 рублей, дозатор для мыла тоже примерно 400 рублей, то есть набор получается 800. Ну, не знаю, нормальная ли это цена для пластика, но мне очень нравится. И еще важный плюс, ну, со стаканом все понятно, обычный стакан, да, симпатичный. Важный плюс у дозатора то, что мыло с него не стекает, то есть когда ты нажимаешь, мыло подается, ты моешь руки, и не капает оно с кончика, как это бывает там с какими-то дешевыми дозаторами. У меня вот на кухне стоит икеевский, там дозатор за копейки, с него постоянно льется мыло. Здесь такого нет, он прям реально очень удобный и выглядит практически как новый. Хотя им пользуемся, ну, несколько раз на дню, и он постоянно находится в воде. Короче, набор классный. Если вы сомневаетесь, брать или нет, я вам точно рекомендую вот эти вот акриловые стаканчики, стаканчики, стаканчик и дозатор для мыла. Следующая вещь, которая тоже очень нам нравится, и она тоже стоит в ванной, это вот такой вот пластиковый контейнер для хранения. Мы их купили, я не знаю, штук, наверное, 15, потому что вот этот контейнер стоит 74 рубля всего лишь. И крышка стоит еще 50 рублей. Крышку можно не брать, если она вам не нужна, но она удобна чем? Тем, что здесь вот такая выемка, и эти контейнеры удобно ставить друг на друга. То есть они не скользят, не падают, и хорошо, в принципе, смотрятся вместе. Единственное, мне не очень нравится вот этот вот узор цветочков. Ребята в комментариях к статье, когда я писала летом еще только про эти контейнеры, что их купила, писали, что при желании вот это все можно стереть обычным средством для снятия лака с ногтей. Но я потом посмотрела, подумала, ладно, пусть так стоит, у меня охота была заморачиваться. Либо их можно повернуть другой стороной, и у вас будет просто обычный однотонный контейнер, что тоже как бы нормально. Мне кажется, за такую цену это просто очень удобно для ванной. Он пластиковый, не боится воды, выглядит нормально, и поэтому я тоже вам рекомендую для ванной, для кухни или для кладовки. А еще муж мне сейчас напомнил, что у нас точно в таком же контейнере лежат все шнуры и зарядники от телефонов, наушников, айпадов, ноутбуков. И очень удобно, что можно сюда, вот на эту вот крышку, класть телефон, втыкать в розетку, и он здесь лежит, получается, на столике с бортиками, и никуда не упадет, даже если кошка вдруг там случайно заденет этот ящик, кто телефон останется на месте. И четвертый предмет, который тоже нам очень нравится, еще он нравится нашей кошке, и вообще он прям классный, это вот такой вот складной пуфик, который у нас стоит около кресла, мы на него складываем ноги, когда сидим, отдыхаем. И еще он подходит для хранения, у нас там лежат пледы, какие-то тапочки, аквенные игрушки, мышки, в общем, удобная штука. Я не знаю, с чего он сделан, здесь какая-то ткань, и аква немножечко ее тут уже зацепила когтями, но в целом он выглядит тоже вполне нормально, и тоже мы им пользуемся уже больше, чем полгода. В принципе, я довольна качеством, я бы точно купила бы еще один такой. Вот пришла она сюда смотреть, что мы делаем с ее пуфиком, она любит сюда залазить и сидеть. И самое главное, что он стоит всего 1000 рублей, но стоил, когда мы его покупали летом, и рассчитан на нагрузку до 100 килограмм. То есть на него может сесть прям такой тяжелый большой мужчина, ничего с ним не случится. Я его подставляю в гардеробную, когда мне нужно залезть на какую-то высокую полку, на него встаю, и тоже он никуда не девается, хотя, казалось бы, он такой, ну, на вид слегка хлюпенький, тем более он был такой плоский вообще, то есть мы его собрали дома, но он достаточно прочный, я вам тоже его рекомендую. И пятый товар, который нам тоже безумно нравится, это вот такая вот желтая занавеска, она у нас закрывает гардеробную, потому что у нас квартира-студия, если вы меня давно читаете, смотрите, то знаете, что у нас большая одна комната, которая объединяет кухню и зал, и вот здесь вот у нас раньше была спальня, и сейчас мы делали там гардеробную, и вместо доверия повесили вот такую занавеску. Она очень классная, тоже висит у нас примерно полгода, это хлопок, добыла. Сколько она, 140 на... 280. Ее размер 140 на 280, и она у нас чуть-чуть волочится по полу, мы хотели ее подрезать, но потом решили, что так тоже красиво, тем более мы все равно ее иногда вот так вот задираем туда, чтобы можно было пройти в гардеробную. В общем, штука классная, штука, занавеска, стоила примерно 900 рублей, продается без гардины, гардины нужно покупать, соответственно, отдельно, там же Лимкея, и цветов там очень много, если вы тоже хотите себе такую занавеску, я прям честно вам ее рекомендую, она прям очень-очень хорошая. Друзья, вот такие вот покупки для Руа Мерлен у нас случились еще летом, мы ими активно пользуемся, и я вам их советую. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях, обязательно отвечу. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok